А перед началом я бы хотел сделать небольшое обращение. Ещё весной, как вы знаете, все каналы лишились монетизации с просмотров из России. Я, по сути, полностью остался без монетизации. А из-за перерыва и нерегулярного выпуска видео последние полгода ещё и рекламодатели разбежались. Поэтому, зная, что ещё и немногие досматривают видео до конца, хочу напомнить, что у меня есть бусти, являющиеся аналогом патреона. Но для российского рынка и в рублях, поэтому если у вас есть желание и возможность поддержать канал в это непростое время, когда я буквально сижу уже с тремя рублями на карте, вы всегда можете оформить подписку на сумму от 50 рублей. Также в описании и закреплённом комментарии будут ссылки на донат и реквизиты моей банковской карты, если среди вас найдутся желающие оказать финансовую поддержку динозавру. Динозавр очень не хочет идти на завод, к тому же там он не сможет делать видео, поэтому надеюсь на вас и заранее всем спасибо. Здоровые инженеры! Я всегда очень любил в детстве играть во флэш-игры про всякие катапульты, требушеты и разные стратегии с хорошей разрушаемостью и физикой. Всегда было интересно наблюдать, как выпущенный тобой валун или картечь или бомба по-разному разносит замки, стены и приводит к хаосу. При этом чем детализированнее была игра в плане проработки механики повреждения структур, тем больше восторг она у меня вызывала. Ещё больше я начал любить подобный жанр, когда начал узнавать про игры, где ты не просто разносил постройки, заранее созданные разработчиком игры, а мог самостоятельно строить, скажем, собственный замок, который нужно было защищать. А в играх появлялся элемент рандома, когда ты мог не просто задрачивать до посинения отдельные уже изученные карты в попытках набрать 3 звезды за идеальное киберкотлетное прохождение, а вместо этого миссии становились уникальными, за счёт разных случайных генераций построек со своими особенностями. Ещё лучше, когда у тебя и у противника есть возможность строить уникальные сооружения и защиту вместе с орудиями, которые ты позиционировал в пределах укреплений и постоянно стремился переиграть врага по таймингам, находя его слабые места обороны и при этом защищая свои, не давая ему сделать то же самое. Долгое время меня по этой причине притягивала игра Фордс, которая к моменту обнаружения показалась мне, ну, почти идеальным собирательным образом всего перечисленного выше. Однако всё же игра была привязана к конкретным картам, которые сильно диктовали тебе общую форму укреплений и наиболее выгодные позиции расположения орудий. Заучив же каждую карту, ты мог просто играть по примерно одному шаблону, получая преимущество над оппонентом или искусным интеллектом, который хоть и мог чинить или даже строить собственные форты, но действия которого были однотипными и очень легко предсказывались. А потом я узнал про игру, которую сегодня буду обозревать. Огромный потенциал для выбора тактик и возможных конструкций за счёт полностью модульной системы строительства, не ограниченной даже самим ландшафтом. Случайно генерирующаяся каждый раз карта, заставляющая постоянно адаптироваться и подбирать лучшие сборки под каждую отдельную игру в зависимости от выпавших твоим противникам фракций. Сами фракции, которые обладают сильно отличающимися подходами к построению обороны и атакующих сил, зачастую умудряясь даже используя простейшие модули, создавать на удивление прочные и опасные конструкции. Отличная физика, простор для разрушений и сеяния хаоса множеством способов, раз за разом радующие глаз красочными взрывами, пожарами и разрушениями. И всё это в сегодняшней игре Airships Conquer the Sky. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, приветствую всех, кто не умер от вступления и дожил до просмотра основной части, а судя по некоторым комментариям и статистике, вас куда меньше, чем кажется. Airships Conquer the Sky – это полностью инди-проект, разработанный одним человеком – Дэвидом Старком, и им же выпущенный в свободное плавание на просторы Стима. Разработка была начата ещё в 2015 году, а в Стим игра попала спустя 3 года, в 2018. И, на мой взгляд, до сих пор остаётся по каким-то причинам незамеченной крупной аудитории, несмотря на прошедшие 4 года. Игра представляет из себя глобальную 4Х-стратегию, предлагающую взять игроку роль проектировщика и главы одного из государств в мире Стимбанка. Изначально игра была в первых версиях в большей степени сосредоточена именно на конструировании кораблей и защитных сооружений, поскольку каких-то экономических или политических возможностей для получения преимуществ над другими государствами или для урегулирования конфликтов просто не существовало. Вы были загнаны в ситуацию, когда, появившись на карте, со старта должны были максимально быстро развить технологии и собрать флот, способный уебать окружающих оппонентов. Ибо искусственный интеллект почти с самого старта занимался атаками друг друга, а если вам не повезло и рядом заспавнивалась фракция с куда лучшим набором стартовых постройок и кораблей в чертежах, под атаку в первые минуты игры могли попасть и вы. О текущем же состоянии игры мы поговорим чуть попозже, а пока что предлагаю обсудить возможные режимы игры. Само собой, в игре присутствует достаточно подробное и понятное даже для незнакомых с жанром игроков обучение. Правда, как и на Альфе, так и сейчас обучение представляет из себя сугубо набор уроков о том, как собирать кораблики и двигать их в бою, что безусловно полезно. И раньше, когда 99% геймплея строилось вокруг этого, все было нормально. Но сейчас, когда переделали экономику, добавили политику и изменили механику получения очков исследований, отсутствие в обучении разделов, объяснявших бы эти элементы игры, просто жирнющий минус. Так как я наиграв под 50 часов суммарно в разные версии еще с Альфой, вернувшись недавно и начав создавать обзор, вообще не мог вдуплить, как сейчас работают исследования, где вот эти вот плашечки с финансированием, как мне ускорить исследования, какие, блядь, эпохи, какие порты и метеостанции с храмами, какая политика, какие торговые договора, что за альянсы? Ёбаный рот этой игры престолов, блядь, мне может хоть кто-то объяснить, чё тут надобавляли и как теперь в это играть? Извините, крик души, продолжим. Вторым режимом игры являются миссии, что-то вроде заранее созданных битв, в которых вам надо из проектированных вами кораблей собирать себе флот или танковую бригаду. По сути, отличный тестовый полигон, чтобы обкатать эффективность созданных вами кораблей в разных условиях, ну и заодно получше понимать, какие подходы к обороне существуют у искусственного интеллекта в плане построек и как с каждым из подходов лучше бороться. Последним и основным режимом игры являются завоевания, то есть полноценная партия на случайно генерируемой карте с настраиваемыми условиями. Здесь вы можете настраивать скорость исследований, стартовые доступные исследования, собственную фракцию, от которой будут зависеть бонусы. Причем бонусы есть как в виде банальных ускорения строительства кораблей или повышения дохода и вплоть до различных уникальных механик, как например у культистов, которые могут строить храмы, повышающие контроль регионов и дающие еще какие-то бонусы. Уж извините, особо заразные фракции я так и не играл, предпочитая просто брать те, что дают бонусы к скорости флотов или доходу. И именно о режиме завоевания я буду говорить, описывая дальнейший геймплей. Начинается партия в случайном местоположении на случайно сгенерированной карте. Единственное, могу отметить, что либо всегда, либо почти всегда игра старается кидать вас на край карты, где вы не находитесь под потенциальным давлением от соседей со всех сторон. Возможно, это конечно прикол именно средней сложности, на которой я в основном и играю, но тем не менее. На старте вам выдается столица, она же город, и от одного до трех дополнительных регионов с деревнями. Строить корабли и танки можно только в городах, по крайней мере на старте, пока вы не возьмете исследование верфей, позволяющее поставить в любой деревне верфь и с куда меньшими скоростями, но все же производить технику и авиацию в любом регионе. Также со старта вам выдается случайный корабль в качестве первого флота. Тут царит полный роддом, и вам может выпасть как и полнейшая хуетень ценой в банку пива и примерно такой же эффективностью, а может и весьма солидный и презентабельный крейсер класса уебу соседа со старта. А в городе и деревнях есть хотя бы по одному случайному зданию, выполняющему роль наземной обороны, от желающих посягнуть на наши священные земли их грязными варварскими ногами. Все, кроме этих чаще всего скудных сооружений и корабля, вам придется проектировать под актуальные доступные вам технологии и бюджет, а после строить самостоятельно. И вот тут я предлагаю сделать небольшое ответвление и посмотреть созданный мною короткий обучающий фильм об основах строительства ваших собственных кораблей и зданий. Господа, вы только что начали правление собственной пограничной империей. Однако, все, что вам досталось, это нежизнеспособный хлам, не стоящий даже тысячи стимпанк-долларов. Вражеские империи оказались вонючими жестокими варварами и, не желая идти с вами на политический контакт, сразу посылают военные корабли, или же в окрестностях оказалась база пиратов, логово горгулий или даже логово безумного живого механизма, способного самостоятельно наращивать и создавать биомеханические модули. Сотни возможных ситуаций и вопросов, и один единственный универсальный вывод. Время заняться проектированием собственного флота. Для старта перейдите в окно проектирования. Здесь вас будет встречать три области. Во-первых, область, показывающая параметры вашего судна с учетом установленных блоков. Во-вторых, область со списком всех доступных вам модулей с учетом текущих исследований. И рабочая область, где вы и будете собирать из блоков и модулей будущий шедевр инженерной мысли. Начните проектирование с добавления базовых модулей. Я обычно начинаю с установки склада боеприпасов, кают экипажа, пункта командования и точки для тушения пожаров. Она особенно важна, ибо без нее каждое второе попадание в вас будет грозить полным сгоранием всего судна. Особенно, если вы используете деревянную броню. В качестве подъемной силы есть баки с газом под названием летатиум или суспендиум камеры. Первые не требуют ничего, однако крайне уязвимы и менее эффективны, да и доступны с самого старта. Второй вариант требует уголь и дополнительный экипаж на обслуживание. Также, располагаясь внутри самого корабля, он при взрыве способен повредить все соседствующие модули. А взрывается он уж таки, поверьте мне, на уровне попы французов, когда немцы оказывается смогли ходить ой-вей-таки налево и право, обойдя их смешные неказистые насыпи, названные линией мажино, в коей было ухроблено столько щекелей, что мне не снылось. В качестве движущей силы есть пропеллеры и паруса. Первые также требуют уголь и могут взрываться, а вторые дают куда меньшую скорость и не подходят в качестве основы для крупных судн. Разве что используйте их как вспомогательный запасной вариант на случай взрыва пропеллера, либо для небольших кораблей с самого старта. Также не забывайте, что эффективность и подъемные движущие силы зависят от веса вашего судна, поэтому лепить сколь угодно блоков и модулей не выйдет, иначе рискуете быть прижаты к земле, и почти любой вражеский корабль залетит над вами и начнет сбрасывать гранаты. К слову о вооружении, оно здесь представлено самым широким ассортиментом от различных мушкетов, винтовок, пулеметов и турелей до не ебаться крупных орудий, таранов, ракет, бомб, огнеметов и даже лазеров с абордажными командами. Все это обладает своими положительными и отрицательными сторонами и требует грамотной комплектации флота для раскрытия полного потенциала каждого из них. Например, мушкеты и винтовки хороши против деревянной брони и позволяют легчайше подрывать баки с летатиумом или убивать через дыр в броне вражеский экипаж, но пробить что-то крепче дерева они будут почти не способны. Пушки и орудия, напротив, будут хорошо пробивать тяжелую и среднюю броню и легко подрывают модули за ней, но почти не наносят урона экипажу или участкам с деревянной броней, от которых они просто отскакивают. А взрывчатка способна бить по сплэшу, но требует приличного количества залпов из-за медленной скорости полета, тех же ракет, а также весьма приличного разброса и низкой эффективности против быстро движущихся целей. Также всегда стоит помнить первое правило нашей компании – это не собьют, если оно уже на земле. Поэтому предлагаю обсудить проектирование и танков. Танки могут передвигаться на гусеницах или специальных ногах, которые потребляют уголь для своей работы. На танках вы можете уместить значительно больше модулей и оружия, равно как и поставить куда более прочную броню, ведь гусеницы дают хороший запас мощности и позволяют даже на одну такую поставить сотни или тысячи килограмм веса. Но у танков есть и свои проблемы с проходимостью, и если, скажем, на их пути взорвется другой танк или упадут обломки корабля, преодолеть их может быть проблематично или и вовсе невозможно. Здания же и вовсе легче всего собирать, так как не нужно заботиться о весе, скорости или запасах угля. Все, что вам нужно, это разместить бараки для солдат, поставить пункт командования, склад с боеприпасами и налепить на это все столько стволов, сколько сможете себе позволить. И желательно со всех сторон, так как корабли, залетевшие вам в спину, куда не повернуто ни одно орудие, окажутся не самым приятным сюрпризом. После же того, как вы собрали любой из этих вариантов конструкции, будь то корабль, здание или танк, можете сохранить его в проектах, откуда он будет доступен для строительства. А также в будущем вы сможете изменить проект, скажем, заменив оружие хорошей основы на более актуальное, или и вовсе собрать новый проект на основе наработок старого. На этом наш небольшой обучающий фильм заканчивается. Спасибо за просмотр, с вами была компания Make Sheet Fly. Оно не может упасть, если оно не смогло даже взлететь. После того, как мы прошлись по основам проектирования, предлагаю поговорить о том, а как же происходят сами бои. Бои в игре представлены отдельными схватками в отрыве от глобальной карты. То есть пока бой идет в относительно реал тайме, с возможностью поставить паузу для планирования приказов, время в самой игре на глобальной карте не идет. Перед боем у вас есть возможность расположить в нужные вам формации, имеющиеся во флоте корабли. Сразу же после запуска они автоматически начнут стрелять из всех доступных орудий по наиболее приоритетным, ну, видимо, по их мнению, целям. Однако у вас есть возможность и самостоятельно командовать, не только указывая конкретные сооружения или вражеские корабли, по которым вы хотите вести огонь каждым из своих кораблей, но и задавая, например, приоритеты действия команды. Команда может фокусироваться на движении, починке, стрельбе и так далее. Также у самой стрельбы корабля есть несколько режимов. Вы можете стрелять в обычном режиме, либо вести ускоренную стрельбу, что называется на поху, а в смысле на вскидку. Не будем лишний раз материться, а то опять в комментах напишут, что я быдло. Ускоренная стрельба снижает значительно точность на средних и дальних дистанциях, но если враг буквально пытается вас старанить или сражается вплотную, то пониженная точность будет компенсироваться близкой дистанции до цели, а возросшая скорость позволит нанести огромные повреждения в кратчайшие сроки. Последним режимом стрельбы является прицельная стрельба, которая снижает скорость, но повышает, как понятно из названия, точность. Что актуально, если у противника есть, скажем, огнеметы или большое количество мушкетов в укреплении, и вам надо держать корабли подальше, пока пушки или те же лазеры, к примеру, не разнесут броню и не сломают оружейные модули защитных сооружений. Еще стоит упомянуть, что на тактику в сражении влиять могут и время суток с различными погодными условиями. Например, закат или рассвет снижают точность стрельбы против света, чем вы также можете пользоваться, залетая в тылы и заставляя вести противника огонь против света, что понизит его точность и, соответственно, урон, пока ваша точность будет в полном порядке. Снег и ночь снижают точность в целом, а также снег и дождь снижают шанс пожаров, и иногда могут даже сами тушить возгорания на кораблях без действия команды и без наличия пожарной станции. Но не в случае с бурями и грозами. Гроза, наоборот, означает, что по всей карте будут рандомно хуярить молнии с высоким риском попасть в вас или противника, а молнии наносят приличный урон, зачастую сразу разрушая модуль, в который попадут, ну или как минимум сразу сбивая с него броню и часто поджигая его. В остальном же ваша тактика будет зависеть только от состава вражеской армии в битве, вооружения защитных построек при захвате города или кораблей при стычке, а также от вашего вооружения, возможно и высоты полета каждого судна и прочих изменчивых факторов, которые вы со временем сами выучите и будете с легкостью адаптироваться под них, даже не задумываясь об этом. Игра же на глобальной карте представляет из себя макроменеджмент. Здесь вам предстоит не только назначать исследования и производить корабли, но и заниматься налаживанием отношений с соседями, что стало актуально ввиду добавления дипломатии, которая, кстати, тоже может быть отключена, если вам не нравится. Дипломатия позволяет заключать различные договоренности, которые дают те или иные бонусы заключившим сторонам или задают им поведение в отношении друг друга, как, например, пакт о ненападении или пакт о взаимной обороне. Также, обмениваясь договорами о торговле, вы получаете солидный бонус к доходу каждую игровую неделю, а если у вас есть исследования на увеличение эффективности торговых соглашений и ваша территория соприкасается сразу хотя бы, ну, с тремя-четырьмя дружественными фракциями, вы можете получать легчайшие, огромные для старта и даже мидгейма суммы денег, которых хватит не только на строительство и обслуживание солидной обороны каждого города и даже некоторых деревень, но еще и останется на содержание флота, ну, в десяток или да хотя бы пяток кораблей и танков. В случае же нарушения договора, причем именно нарушения, а не отправки запроса на его расторжение, нарушившая страна теряет очки репутации, очки репутации отражают ваш статус в мировой политике, чем больше у вас репутация, тем выше ваш статус и тем охотнее другие государства идут на подписание с вами договоров или сотрудничества, причем порой даже в тех условиях, когда оно им, казалось бы, ну, не сильно выгодно. Также высокий статус дает бонусы всем вашим территориям, например, снижение беспорядков, увеличение скорости мирного захвата городов и уменьшение шансов на успешные диверсии вражеских шпионов. Низкий же статус и репутация, наоборот, повышают эффективность вражеских диверсий и повышают уровень беспорядков в регионах, а беспорядки снижают доход от поселений. Для их же подавления и снижения числа нужно либо строить приличное количество защитных сооружений и вкладываться в изучение местной полиции и гарнизонов, либо держать постоянно в регионе флот. А при условии, что и флот, и постройки, и гарнизоны, и полиция, вообще все, блять, в этой игре требуют деньги, которые вы не сможете получать от тех же торговых договоров из-за нежелания фракций заключать договора и принимать делегации от государства с плохим статусом, у вас просто не будет этих самых денег на удержание контроля и снижение беспорядков, которые еще больше понедят ваш доход и могут даже приводить к восстаниям и сепаратизму отдельных городов и деревень. Поэтому репутация это, наверное, тот параметр, который кажется вроде бы и бесполезным, ну или как минимум не сильно нужным, но когда он проседает, вы явно начинаете чувствовать, что где-то ваш гениальный план построения диктатуры с постоянными предательствами соседей и разрыванием пактов о ненападении дал сбой. Доход же можно получать из трех источников. Ваши захваченные города и регионы, торговые соглашения и зачистка периодически появляющихся монстров на карте, либо баз пиратов и культистов. Сами по себе города приносят не шибко много денег. Правда, это число может повышаться со временем за счет развития города и строительства дополнительных специальных построек, открывающихся по мере исследований. А также доход может повышаться или понижаться за счет эпох. Эпохи это типа случайно наступающие глобальные ивенты на разных стадиях игры. Какие-то сменяют друг друга сами по себе, а какие-то требуют определенных условий для их окончания. Например, захват всех трех древних храмов, появившихся на карте. Торговые договора по сути бесплатный и абсолютно халявный источник дополнительного дохода, но он не шибко стабилен, ибо заключать торговые соглашения можно только с фракциями, с которыми вы имеете общие границы. И в случае, если какое-то другое государство захватит пограничный регион, и у вас больше не окажется точек соприкосновения границами, торговое соглашение будет автоматически расторгнуто. Монстры и базы пиратов являются самым профитным способом заработать, и к тому же их зачистка является в большинстве случаев необходимой. Так как по мере развития убежища пиратов и культистов или разрастания гнезд монстров, они рано или поздно начнут понижать доход от региона, где находятся, и даже могут отправлять собственные флоты или стаи и атаковать ваши поселения. В случае же успешной зачистки, что правда не всегда легко и не всегда получается, вы получаете мгновенно определенную сумму денег и бонус к репутации, который зависит от сложности и редкости зачищенной точки. Ну или в случае, если вы защищаете, допустим, какого-то безумного ученого или ученых-диссидентов, вы получаете бонус к науке, логично. Например, пиратов развали достаточно изи, и вы получите меньше тысячи золота и едва ли десяток репутаций за их зачистку. А вот живой механизм является убер-мега-хуетой, вынести которую может быть очень трудно, особенно без хорошо укомплектованного флота и правильного пооружения. Поэтому за победу над ним или за перехват его логова вы сразу получаете максимум репутации, мгновенный баф к скорости исследований, и, ну, по крайней мере, я, когда один раз его зачистил, получил 20 тысяч шекелей. Не знаю, это фиксированная цена или нет. Может быть, получаете больше, может меньше. Тут скорее зависит, наверное, от типа механизма, потому что у всех монстров, у всех бас-пиратов, у всего такого есть свои подвиды, и они рандомны. Ну и да, в игре огромное количество контента, много вариаций для построения флота, кораблей и разных тактик, развития под учет кораблей и защитных сооружений других государств, партий, ну и всякого такого. Но, как по мне, ванильная игра обладает теми же проблемами, что Римворлд или Майнкруфт. Поначалу вам все кажется интересным, необычным, постоянно появляются какие-то новые фичи, модули, вы сталкиваетесь с новыми ситуациями, противниками, встречаете новых монстров и многочисленные дизайны вражеских флотов. Но проблема в том, что как только вы доиграете хотя бы одну партию до конца, вы, скорее всего, уже успеете посмотреть на все вооружение и большую часть ивентов с монстрами в игре, ну как минимум наполовину точно. На второй партии вы уже соберете достаточно неплохой запас чертежей под самые разные ситуации, а на третий раз игра и вовсе начнет казаться рутиной, ибо на старте ничего интересного не происходит, и первые пару часов игры идет общее развитие с менеджментом политики, построением флота и все такое, а вот экшона там очень маловато. И тут, на мой взгляд, просто мастхэв обратиться к такой вещи, как моды. Да, игра поддерживает мастерскую Steam и обладает весьма широким инструментарием для создания собственных модификаций, не говоря уже о том, что прямо из игры вы можете спроектировать свой сверхтяжелый красивейший корабль и опубликовать чертеж во все том же Steam'е на оценку другим игрокам, и чтобы они могли его скачать и испробовать самостоятельно. Моды же не только расширяют список доступных вам фракций, добавляют новые оружия, корабли, постройки и т.д., но и добавляют многие модули, которые, на мой взгляд, очень сильно упростили бы или даже скорее разнообразили ваши возможности построения кораблей в игре. И многие из них, как мне кажется, наверное, должны быть и в ваниле, но их там почему-то нет. Яркие тому примеры, миниатюрные варианты склада с боеприпасами, углем и маленькая пожарная точка. Вот за последнее я моды люблю особенно, потому что дефолтная пожарная точка слишком большая для стартовых кораблей, и в 99% случаев даже в затяжном бою вы не израсходуете и половину доступной воды. А не ставить её совсем тоже не вариант, потому что рандом в этой игре штука злая, и пожар может случиться как раз в тот момент, когда вы подумаете, «Хмм, последние несколько боёв не было возгораний, ну и нахуй мне эта пожарная точка, а уберу её». К тому же я обожаю небольшие склады угля, потому что я редко использую камеры суспендиума, и уголь трачу в основном на всякие орудия по типу лазеров, огнемётов и всякое такое, на что слишком много стандартного склада, ещё и весит он прилично, потребляя экипаж на своё обслуживание. А пары миниатюрных складов или даже одного вполне хватит, чтобы снабжать модуль другой. То есть моды не столько крутые с позиции «больше пушек, богу пушек, о да, дайте мне стволы побольше, бам, блядь, бам, блядь, ахахаха», а с позиции «большей удобности масштабирования проектов», когда у вас нет постоянной жопной боли из-за необходимости ставить сверхогромную дуру с водой или углём просто на всякий случай, или просто потому что один какой-то модуль потребляет уголь, и поэтому ставим склад, который мог бы снабжать десяток таких на протяжении всего боя. Но что уж поделать, нужен мне всего один. С модами вы легко закрываете эти потребности небольшими дешёвыми аналогами, как раз под ваши нужды и больше не паритесь. Из-за вооружения же я больше всего ценю орудия в спонсонах. Господь, Честерня, Ваибе, Стимпанк, как же этой игре не хватает орудий в спонсонах? Ну, по крайней мере, не хватало. Меня, честно, дико бесит то, что стандартное орудие требует расположения по краям корабля, и если вы хотите уместить больше орудий, вам приходится искусственно строить огромные, бесполезные пустые помещения, лестницы и всё ради того, чтобы появилось место под лишний мушкет. Пушки и турели в спонсонах решают эту проблему, позволяя располагать их в любом месте корабля, и они находятся как бы сбоку, как вот на вот этих фотках, и избавляют тебя от необходимости собирать что-то подобное ради дополнительных пяти мушкетов. Сейчас спонсоны появились и в оригинальной игре, однако раньше их вроде бы не было, и я очень рад, если это так, что их всё же добавили. Ну, либо я просто долбоёб слепой, и они всегда были там. Подводя какие-то итоги, я хочу сказать, что аэршипы — это на данный момент моя любимая песочница и стратегия подобного формата. Ни Forth, ни TerraTech, ни Robocraft, ни одна другая игра не дарила мне столько удовольствия от лицезрения разрушений и проектирования своих детищ, как этот шедевр инди-гейм-дева. И на этом фоне мне серьёзно вообще непонятно, почему об этой игре так мало слышно. Почему спустя более 7 лет в разработке игра до сих пор обладает настолько низким количеством рецензий в Стиме, а на Ютубе очень мало каких-то прохождений, обзоров и гайдов по ней. И это даже несмотря на то, что весьма крупные каналы на релизе ещё проводили стримы и упоминали игру. И надеяться я могу лишь на то, что игра и дальше продолжит развиваться и выполняться контентом, а это видео смогло вас заинтересовать и смотивировать на покупку, ну или хотя бы скачивание, потому что это не дело, когда подобные шедевры остаются столь неизвестными. Ну, а у меня на этом всё. Спасибо всем, кто смотрит видео и проявляет активность под ними, ставя лайки и оставляя комментарии. Сейчас это важно как никогда. Ссылки на донат и подписки на Бусти, если вдруг у вас есть возможность и желание поддержать выход контента копеечкой, тубриком, центом и любой другой валютой, в описании. Также в описании есть ссылки на группу ВК и сервер Дискорд, где я выпускаю анонсы, новости и в том же Дискорде вы можете пообщаться со мной лично, если у вас есть какие-то вопросы или предложения по каналу. Отдельная благодарность, как всегда, донатерам и подписчикам на Бусти. Их ники вы сейчас видите на экране. Спасибо за просмотр, оставайтесь со мной, ведь впереди вас ждёт ещё много всего интересного. До новых встреч и скоро увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин